Переезд в новую жизнь У нас для этого есть два прекрасных слайда и не менее прекрасные фотографии Не всегда на этих фотографиях наши читатели нас узнают, но зато мы на них полюбуемся Итак, меня зовут Галина Стороженко Как меня представили, я действительно бизнес-психолог Вот уже 24 года я работаю в сфере психологии, управления персоналом, в организациях Я являюсь кандидатом психологических наук И вся моя жизнь посвящена эффективности людей в организации Как сделать так, чтобы с радостью люди занимались своим профессиональным делом Чтобы они с радостью шли на работу Чтобы они были эффективны, результативны Чтобы на работе были слажены эффективные команды И так или иначе в разных ролях, как рекрутер, ресерчер, директор кадрового агентства HR-директор, SEO-компании А теперь уже 15 лет как предприниматель Я помогаю людям и компаниям находить друг друга И чувствовать себя эффективным в профессиональной сфере 15 лет назад я вместе с своим партнером Еленой Белугиной Я основала Международный институт коуч-менеджмента Это организация, учебное заведение, которое специализируется на обучении компаний, команд, крупных организаций А именно специалистов по управлению персоналом в области управления талантами, вовлеченности И очень узкой нише обучения коучингу, как профессии, HR-коучингу и коучингу для руководителей и первых лиц Я веду частную практику, как бизнес-коуч и психолог Моими клиентами являются в основном руководители, первые лица компании, собственники и акционеры Я пишу книги Наша книга «Переезд в новую жизнь» является второй в моей линейке Первая книга называется «Стать коучем президента» Это бизнес-роман о кейсах работы с первыми лицами компании И третья книга вскоре выйдет в свет И это книга «Влияние. Игры, в которые играют топы» И я очень надеюсь встретиться с вами еще раз в этом же месте, в другой час На презентации новой книги, которая тоже скоро выйдет в эфир И с радостью передаю слово Светлане, моему соавтору, для знакомства Есть тоже красивая фотография Мы обе очень красивые И жизненные фотографии Я Светлана Доренских Кандидат психологических наук, практикующий психолог И сфера моей профессиональности Это, условно говоря, обычная жизнь Это семья, это дети, это мужско-женские отношения Это зависимое поведение, это насилие Ну, как бы, все как в жизни Вот со всем этим я и работаю И сейчас, когда Галина рассказывала о себе И получается, мы как такие, не знаю, и не я Большая сфера профессиональной жизни, которую охватывает Галина В рамках своей профессиональной деятельности А я сферу, не знаю, личной жизни, условно так обозначить Практикую, люблю свою работу Я тоже являюсь автором Переезд новой жизни Это также вторая книга для меня Уверена, что не последняя А первая книга моя называется «Что делать, если в отношениях тупик?» Давай попробуем еще раз Там про отношения мужско-женские Поэтому рекомендую тоже вас к прочтению Так, значит, сегодня у нас серьезная задача Потому что формат мероприятия, который обозначен, называется лекторий Как вы поняли, мы два приводователя, лектора И если мы начинаем говорить, то меньше 40 минут не получается У нас стандарт, который здесь предусмотрен в нашей презентации Примерно 40 минут мы посвятим содержанию темы Переезд в новую жизнь Еще какое-то время мы ответим на все вопросы, которые у вас появятся Или, может быть, ваши кейсы, или ваши ситуации Постараемся здесь приоткрыть завесу тайны И потом, конечно, у нас будет автограф-сессия Несколько слов скажу о том, на какую целевую аудиторию мы ориентировались Когда писали книгу, для кого нужна эта книга И вы попробуете примерить на себя, подходит ли это для вас А потом мы расскажем историю, как все начиналось И с чего зародились наши переезды Первое ощущение или первое впечатление Что, конечно, эта книга будет полезна тем, кто собрался в путь Хочет переехать в другой город, в другую страну И она будет таким хорошим подспорьем для того, чтобы справиться С сомнениями, с препятствиями, с ограничениями С тем, что вся система начинает бунтовать и говорить Куда ты, останься там, где ты есть И как пройти вот эти осознанные моменты принятия решения Быть или не быть переезду Мы рассказываем в своей книге И если вы в своей жизни задумываетесь о переезде То она точно будет полезна Потому что это книга, это книга-тренинг, книга-практикум Где есть описанные инструменты, технологии Как самому или своей семьей, своими близкими Справляться с такого рода изменениями в жизни Но не только Если вы не собираетесь никуда переезжать территориально Но хотели бы что-то изменить в своей жизни Изменить качество жизни Что-то в ней поменять Вам что-то хочется каких-то изменений То про то, как сделать качественную свою жизнь И как совершить этот рывок изменений Перестроить всю систему Здесь тоже можно найти инструменты Которые могут быть вам полезны Теперь про нашу историю Я немножко еще про книгу Смотрите На обложке «Самолет» Когда мы принимаем какое-то решение Мы как бы отрываемся от себя текущего От себя настоящего в моменте И начинается у нас полет, движение к точке B Чтобы ваше движение из точки А в точку B Неважно, это город будет Или новое какое-то ваше состояние Или новая жизнь Чтобы турбулентность была меньше Или ее вообще не было Опять повторюсь Вы найдете инструменты И найдете, может быть, даже поддерживающие истории Которые представлены в нашей книге Потому что сами истории, на мой взгляд Тоже достаточно терапевтичные Где можно посмотреть на себя Поплакать про героев И так далее, и так далее Поэтому я уверена, что регулярно мы отрываемся Летим, приземляемся И радуемся в новой точке Это загадка Да, это вот прям с самого начала надо читать Чтобы понять, кто такая Мария И откуда она взялась Тогда точно пришло время для истории Мы знакомы со Светланой 4 года В этом году В 2020 Да, 4 года в январе И Светлана первая начала Да, вот такая вот нахальная Начала первая Светлана задумалась о переезде Не догадаетесь, куда? И откуда? И так как я психолог И всем своим студентам любимым говорю Что ходите к психологу Который поможет вам быстрее, легче Справиться с трудностями Найти быстрее решение То, которое будет оптимальным для вас В сегодняшней ситуации И подтверждая свою же гипотезу Что это быстрее, легче и лучше Я решила найти себе Замечательного, умнейшего человека Который поможет мне легче Переехать в новую жизнь Быстрее, качественнее Спокойнее И я была в сообществе Екатерины Иноземцевой Которая также у нас там Можно почитать ее Читайте книгу, короче Не буду спойлерить Екатерина Иноземцева Мы были в одном сообществе И Галина привлекла мое внимание Как профессионал Как человек, который опубликовал свою книгу Первую Я прочитала ее книгу И решила, что да Я могу доверить этому человеку Свой переезд в новую жизнь И я обратилась сразу После новогодних праздников Когда происходит Такая постановка новых целей Там вот эти точки жизненные Какие-то мы планируем После Нового года Прям первые числа Я пишу Галине и говорю Галина, я бы хотела с вами поработать Спасибо Галине Я ей очень сильно понравилась Скорее всего Она мне не отказала Так началась наша работа Про мой переезд В новую жизнь Но Галина сначала Такая была в сомнениях Брать меня в работу или нет Да, у меня для этого была личная причина Дело в том, что Наверное, за две недели до того Как в моей жизни появилась Светлана В моей жизни Появились изменения И мой муж сказал Что вероятнее всего мы переезжаем И мы переезжаем В Санкт-Петербург И в момент, когда Светлана Обратилась ко мне Как раз таким запросом Про переезд Мы, как люди Профессионально опытные В психологии Понимаем, что когда У человека происходят Такие же события То сложно оставаться Беспристрастным И не переносить Свои какие-то сомнения Свои размышления На ситуацию Уникальную ситуацию Которая есть у твоего клиента Это в психологии Называется перенос И я понимала угрозы Связанные с тем Что если Светлана Со своим переездом Как-то наложится на мой переезд И вот как оградить Вот эти два важных этапа Которые идут в нашей жизни Я честно поделилась Со Светланой Этим опасением своим Мы оба профессионалы Оба профессионала в психологии И договорились о том Что мы рискнем Пойдем параллельно По этому пути Друг другу будем давать Обратную связь Если где-то будут Какие-то нюансы Которые будут нам мешать На этом пути И у нас начался контракт И параллельно начался Процесс переезда В январе это началось Тут же началась пандемия Вы помните Все эти времена Мне казалось Что на всех наших переездах Поставлен большой крест Потому что вообще уже Куда-то ничего не летает Все города закрыты Никто никуда не переезжает И удивительным образом В августе Почти в одну дату В середине августа 14 августа И 25 августа Параллельно случились Наши переезды Светлана переехала В Москву Я переехала В Санкт-Петербург Но это были разные переезды Я переезжала с семьей Светлана переезжала Сначала одна И дальше продолжался Наш этап Адаптации У Светланы был еще Следующий виток Через год К ней присоединилась Семья Которая тоже переехала Это тоже был непростой Такой драматический По моей позиции Переезд Он тоже описывается здесь И мы договорились Уже спустя два года После того Как все события случились Наш опыт переезда Двух разных историй А еще у нас очень много клиентов Которые переезжали за границу Которые переезжали в Россию Которые за последние два года Принимали какие-то экстренные решения О переезде В связи с теми событиями Которые происходят в нашей стране И мы сопровождали так или иначе Как психологи Как коучи Такие кейсы И договорились их собрать В одной книге И Светлана поделилась Своими инструментами психологическими Которые есть в книге Помогают пройти этот этап Я своими инструментами Коучингами Я думаю, что лучшее, что мы можем сделать В части Содержательной части Вот лектория Рассказать вам про эти инструменты На что нужно обратить внимание Если вы задумали Любые изменения в своей жизни Неважно Вы просто хотите поменять работу Вы хотите решиться И договориться со своим Начальником о повышении В должности Или в зарплате Вы хотите переехать Вы хотите по-другому Устроить свою жизнь Что бы вы не захотели Менять в своей жизни Наши инструменты Точно будут полезны Чтобы Что? Вы способны Любые свои изменения Сделать И без психологов Я бы не горячилась Но Есть риск Что сделав несколько шагов Легко съехать обратно В эту систему И второе С психологами Просто будет Быстрее Понятнее Будет Легче Пройти этот путь Сомнений Тревог Которые Несомненно будут И самое главное У вас будет Человек Который Вас Безусловно Поддерживает Даже если Ну там Всем вокруг Будет казаться Что вы Несете Какой-то чушь С ума сошли Или еще Что-то С вами такое Происходит Понятно Что Психолог Может Направить К психиатру Для консультации Но при этом Он будет Вас Безусловно Принимать И поддерживать В вашем Вашей позиции В вашем решении Изменить собственную жизнь Понятно Что мы в любом случае Как профессионалы Отслеживаем Психическое состояние Клиента Хоть как Ну Вот Для этого Ну как бы Одно из Для чего еще Важно Ну как бы Для чего я еще Обратилась Потому что я понимала Какое сопротивление Среды я получу Такая смелая Дерзкая Решила переехать Тогда про наши инструменты Я наверное Начну С первого Инструмента Который Называется Мотивирующая цель Это инструмент Про то Как понять Действительно ли То что я задумал Является Важным Для меня А не Социально Желательным Или навязанным Моя ли Это цель Что я хочу На самом деле Получить Этим переездом Или этими Изменениями Я от чего Я от чего-то Убегаю От чего-то Бегу Какие-то Задачи Не могу Решить И поэтому Мне кажется Что если я Поменяю город Страну Работу То вот там Будут другие люди Другие обстоятельства И другое Все Но порою Смена Работы Или смена Места жительства Не приводит К изменениям Которые мы так хотели И такой большой Путь изменений Рассыпается Какие-то Паттерны поведения Устойчивые Нерешаемые ситуации Конфликтов И переезд Не может решить Эту задачу Задача гораздо глубже Психологически Вот чтобы разобраться С тем Что на самом деле Кроется В этих изменениях От чего я бегу Или что я хочу Получить такого Что здесь В том месте Где я нахожусь Я этого не получаю Точно ли я не могу Это получить Или есть Способы Как я могу Изменить Свою систему Поведения Для того Чтобы получить Желаемое Здесь и сейчас Я приведу Маленький пример Он написан В этой книге Это пример Из моей жизни Я жила в Ростове-на-Дону 20 лет Прежде чем Переехать в Петербург И ходила в театр Примерно Один или два раза в год А переехав в Петербург Это же культурная столица Театральная столица Да У меня появилась Прекрасная Возможность Ходить в театр Чаще Мне появилась Своя концепция Театральная Один раз в месяц Новый театр Вот уже четыре года У меня не закончились театры Которых я еще не посетила Новые театры Которые есть И вопрос Внимание Что мешало мне быть театралкой В том городе Где я была Где я проживала ранее Да Можно себе сказать Ну конечно Таких театров нет Но с другой стороны Антрепризные спектакли Известные актеры Регулярно приезжают И ты можешь найти себе Один или два раза в месяц Прекрасный спектакль Который ты можешь увидеть Но нет Для Да Для этого Нужны Внутренние изменения Можно говорить Что не такие театры Можно говорить Что не такие люди Но в реальности Это внутреннее решение И если ты думаешь о том Что переехав в Вену Я буду ходить в оперу А здесь нет Я буду Нет Но тогда это вопрос Внутреннего убеждения Я не к тому Что отговариваю вас От любых изменений Я к тому Что задумывайтесь о том Что то к чему вы стремитесь Порою можно получить Здесь и сейчас Есть какая-то прекрасная цитата Я забыла Нет Про то Что большинство желаний Можно исполнить до обеда Что то сделать Чтобы исполнить до обеда И не ходить и носить их 50 лет На тему Вот сейчас взять телефон И купить билет в театр И не думать о том Почему я так давно там не был Это про истинные цели Как понять Что на самом деле ты хочешь Ты это хочешь Или этого хочет твое окружение Твои родители Твои друзья Это твое решение Или чужое И если это истинное Истинное намерение Истинная цель И вы можете по вопросам Которые представлены в книге Проверить свою истинную цель То тогда точно Из точки А Взлетаем И переходим в точку В Тех изменений Которые вы хотите получить Даже у нас есть Специалист Который помогает нам Определиться Где это все есть Светлана Ваши инструменты Ой В любых изменениях Такая большая многослойность И инструментов Большое-большое громадье Даже так скажу И мне, наверное, сейчас Хотелось бы поговорить Про семейный сценарий Который также важно разбирать Когда вы хотите перейти Из одной точки в другую Насколько ваша семья Ваше окружение Оно является ресурсом И имеется опыт Даже такого же переезда Как у меня Из одного города В другой город И насколько Эта ситуация Может быть для вас ресурсной Насколько вы можете Опираться на опыт Собственных родителей Может быть Тет, дядь Сестер, братьев Насколько удачны Это изменение Даже не буду говорить Именно переезд Насколько удачны Эти изменения Были в жизни Ваших родителей И что из неудачных В кавычках Событий Можно выдернуть Хорошего То, что станет Для вас ресурсом То, что станет Опорой Сейчас я уверена Что каждого из вас Спросить Вы точно знаете Что бы вы хотели Ну как бы хотели Пусть минимально Изменить собственную жизнь И вот подумайте Кто из вашего Семейного окружения Может стать Чей опыт Стать для вас Ресурсом Для того Чтобы перейти Из этой точки В ту точку Которую бы вы хотели А может быть Подумайте Кто из вашего окружения Тормозит вас И не дает вам Перейти туда И какие смыслы В этом торможении есть По какой причине Вы смотрите Ну там условно говоря В глаза этому человеку И не даете себе Перейти из А в Б Я кстати Светлана пока рассказывала Да Опять у меня Восплывали такие картины И подумала Ну действительно Мои родители Переехали Там ради учебы Когда-то в юности Ради того Чтобы быть ближе к нам Уже во взрослости Да Когда мы уехали И формировали свои семьи Из моих близких Людей И сестра И брат Переезжали неоднократно Видимо Это семейный сценарий Он Это он Это он Участвовали Вопрос про то Как быть Когда Старшее поколение Участвует Иногда Настоятельно Участвует Иногда Категорично Участвует В принятии решений Да Да Конечно Куда вы собрались У вас тут корни Да И тут Если у вас Внутренняя опора Сопротивляться Ну условно Говорят Сопротивляться Потому что Все предложения Они Начались Когда-то С малого Для меня И наращиваются Наращиваются Ну как Мы сначала Сейчас Сейчас ты хочешь Есть кашу Да Ты хочешь Есть кашу Я замерз Мама А когда я А когда я голодный Да Это же начинается Давно Очень давно И мы уже Как бы с результатом Имеем Всегда Ну как бы В психологической практике Мы уже с результатом Имеем Нарушение границ Да Тогда получается Для меня Это как бы Условно Нарушение границ Такая очень Тонкая Грань Поэтому так Да Действительно Такое бывает И Как раз Кстати Для таких Ситуаций Потому что Все-таки Порою Это очень Значимые Для нас Люди Очень близкие Это люди Первого круга Мужья Жены Дети Родители И Их Мнение Для нас Важно Да Где-то Мы Можем Сказать Нет Я Так Решил Да Категорично Переступить И пойти А где-то Это невозможно Нужно Договариваться Нужно Учитывать Интересы Друг Друга И Нужно Справляться Как-то С этими Препятствиями Или Сопротивлениями И Для Этого В книге Описан Следующий Инструмент Который Называется Колесо Препятствий Это Коучинговый Инструмент Который Помогает Справиться С любыми Сомнениями С любыми Какими-то Мыслями Ограничивающими С убеждениями Со страхами И Он Позволяет Для начала Их осознать Проговорить Вслух Или Прописать Померить Степень давления Каждого Этого Препятствия Проранжировать На первое Второе Третье Место И Когда Ты Смело Смотришь В лицо Своим Страхом Называешь Их Прочитывая Книгу И выписывая Или разговаривая С кем-то Из близких То Порой Происходит Удивительный Механизм Который Состоит В том Что Пока Я Не осознаю Весь этот Рой Мыслей В голове Я Я Не управляю Этим Своим Состоянием И Этими Самими Мыслями Такое Ощущение Что Они Управляют Мною Они Управляют Моим Действием А чаще Всего Они Управляют Нашим Бездействием И После Этого Говоришь Ну Нет Не Сейчас Сейчас Нельзя Ехать Учиться В Европу Или Сейчас Не Не Это Невозможно Потому Что У тебя 28 Аргументов Почему Это Невозможно И Когда Ты Их Достаешь И Проделываешь Вот Все Эти Действия Которые Я Проговорила И Которые Прописаны В книге Там Подробно Расписано Более Того На Примерах Расписано Все Страхи Которые Были У Светланы Все Страхи Которые Были У Меня И Мы Прорабатывали По Этой Технологии Их И Тогда Возникает Совершенно Другое Ощущение Когда Я Их Проговорил Записал На Бумагу Померил Посчитал То Возникает Ощущение Что Теперь Я Ими Управляю Не Они Эти Мысли Эти Говорилки Управляют Мною А Я Теперь Взял Контроль Я Могу Что-то С С С С С С Что Я Могу С С С С С С С С С В сторону Своей Цели Своей Мечте Своего Переезда Ну Тут Встреча С реальностью Еще Бывает Такая Штука Что Жизнь Наша Богаче Наших Представлений И даже Страхов И В книге Описана Ситуация Но То Что Я Вообще Не Могла Даже Предположить Что Станет Препятствием Для Переезда И Какой Сложной Ситуации Вообще И Здесь Я Хвалю Себя В очередной Раз Какая Боже Моя Умница Что Нашла Галину Которая Меня Поддерживала И Галине Огромная Благодарность Которая Не Закончится Наверное В моей Жизни Никогда То Есть Опять Почему Важно Может быть Или Нужно Обратиться К Специалисту Если Вы Хотите Масштабные Изменения Вот Эта Именно Встреча С Реальностью Она Может Оказаться Крайне Неожиданной Вы Столкнетесь С тем Что Не Может быть Такого Которые Не Были В поле Осознания Они Столкнулись И Как Справились С Этим А Я Хотела Сказать Что На самом Деле Мы Такой Сделали Модернизированную Книгу Сейчас Может быть И не Все Читают Больше Аудио Слушают Или Видео Какие-то Форматы Подходят Или Сам Мари Книг Выжимку Которую Можно Получить И Мы Тоже Идем По Этому Пути Есть Электронная Книга Вскоре Выйдет Аудиокнига Но Мы По Старинке Любим Перелистывать Страницы Запах Книги Вот Это Ощущение И Кто-то Любит Подчеркивать Важные Выделять Маркером Места Но Эта Книга Живая Она Живает Потому Что В Некоторых Главах У Нас Есть Герои Приглашенные Наши герои Которые Рассказывают Свои Истории Переезда Успешные Истории Переезда Не Успешные Переезд Переезд Который Так никогда И не Случился Человек О нем Мечтал Мечтал И не достал Свою Мечту Из Антресоли Ничего Так и Не сделал Для того Чтобы Это Произошло Или Переехал И Пожалел Об этом Пожалел Вернулся Обратно Или Человек Который Постоянно Переезжает С места На место И Не может Остановиться У него Обратная Бесконечная Тяга К переездам Он не знает Где его дом Где его место Или Экстренный Переезд Ты утром Проснулся Получил Какую-то Информацию А к вечеру Ты в другой Стране Да Ты не планировала Этого Или Переезд Запланированный Длиной В 20 лет И подготовленный Вот эти Истории Есть Мы собрали Живые Реальные Истории В нашей Книге И Для того Чтобы Они стали Рассказаны Самими Авторами Этих Историй В книге Есть QR-код Если Вы На него Наводите Своим Телефоном То История Живает Вы Видите Интервью Реально Этого Человека Который Записал Эту Историю Другие Какие-то Контексты Не то Что Мы Написали В книге А дополнительно Раскрыть Развернуть Эту Историю Можно Визуально Увидев Этого Героя Даже Нас Можно Увидеть Неожиданность Такая Даже Нас Можно Увидеть И Услышать В очередной Раз Нашу Историю Я Предлагаю Пообщаться Аудиторию Руку Да И Мы Подойдем Вы В микрофон Скажете Вопрос А я Пока Проверю Зачем Переезжать Мы С вами Поговорили Про Страхи Переезжающих Поговорили Я Рассказала Что Есть Истории Про Плановый Переезд Как Подготовиться Более Того Если Вы Хотите Переезд Который Связан Например Максимально Подготовленный Что Такой Максимально Подготовленный Переезд У вас Там Уже Есть Работа У вас Там Уже Есть Квартира Все Решено Вас Там Ждут Да И Как Стать Настолько Востребованным Специалистом Чтобы Переезжать С Релокационным Пакетом С Более Устойчивой Позиции Когда Ты Знаешь Куда Ты Едешь И Что Ты Получишь В Результате Такой Кейс Есть Про Экстренный Переезд Про Такие Экстренные Принятия Решения В книге Есть Инструмент Который Касается Ценностного Выбора Как Понять Какие Ценности Мне Присущи Не знаю Моей Семье Моему Партнеру И Как Принимать Решение Опираясь На эти Ценности Чтобы Не Предавать Себя Чтобы Любые Изменения Которые Происходили Они Опирались На То Что Действительно Важно Для Вас И Для Вашей Семьи Ну И Психологические Инструменты Коучинговые Технологии Упражнения Для Комфортного Переезда Это Вот Все То Что Есть Ждем Ваши Вопросы Здравствуйте У меня Вопрос Вы Писали Книгу Совместно Как Вообще Это Все Происходило Потому Что Совместные Книги Это Всегда Интересно Вы Вместе Штурмили Или Была Одна Часть Потом Другая Очень Интересно Как Такое Создается Спасибо Большое За вопрос Когда Идея Была Оформлена Что Мы Все Таки Пишем Книгу Совместно Мы Договорились О том Что Каждый Пишет Что То Своё Пишет Свою Какую То Историю Понимание Истории Разные И Потом Мы Будем Это Вплетать Сразу Предупрежу Ваш Вопрос Конфликтов Не Было Споров Не Было Все Было Как То Очень Гармонично Творчески Легко Примерно Так Как Мы Проходим Сейчас С вами Презентацию У нас Нет Сценария Несмотря На то Что Есть Презентация Да Мы Проводим Третью Или Четвертую Презентацию Вместе Со Светланой В разных Городах И Вот Эта Импровизация Галина Иногда Волнуется Мы Не Обсуждали Первый Раз Такое Было Мы Не Обсуждали Все Получится Все Получится Примерно Так же Было И С Книгой И Единственное О чем Мы Поговорили Это Про Марию И тут Был вопрос Связан С тем Что Кто Кто Мария Просто Мария Просто Мария Да Это Героиня Которая Появилась На страницах Книги Которая В чем-то Олицетворяет Историю Светланы История Светланы Написана От Имени Персонажа Мария Она Фактически Там На 99,9 Процентов Наверное Ну Мне сложно Сказать Процентовку Да Отражает Реальную историю Светланы Но У нее Осталось Такое Комфортное Для нее И для ее Близких Да Вот Пространство Такого Образа А я Приняла Решение О том Что я Буду писать Открыто С открытым Забралом Да Про себя От своего Лица От своего Имени И вот В этом У нас Были Некоторые Отличия Да Которые О которых Мы договорились И приняли Достаточно Спокойно Да Что У каждого Есть свой Собственный Путь Как ему Хочется Открываться В книге А дальше Мы Собрали При помощи Редактора И сами Посмотрели Со стороны Чего Нам Не хватает Ага Не хватает Экстренных Переездов Или Не хватает Плохих Переездов Что-то Все хорошие Какие-то Переезды Давайте Вспомним Такие истории И добавим В книгу Таким Образом Мы Наполняли Ее И кстати Наши читатели Даже уже После выхода Книги На одной Из презентаций Спросили Нас о том А есть ли Там Истории Переезда Взрослых Детей Когда они Едут На обучение Тема Дети В переезде Прописана Как помочь Детям Адаптироваться Школы Языки И все С этим Связанное Но Взрослых Детей По-честному Нет В книге И мы Со Светланой От каждой Презентации К презентации С вашими Вопросами По сути Уже Готовим Второе Издание Книги Тех Историй Которых Еще Не хватает Которым Нам бы Хотелось С вами Еще Поделиться Здравствуйте У меня Такой Вопрос Вы Каково Вам было Вести Марию По пути Ее переезда Потому что Вы Упомянули Что мы Договорились С ней Что Поскольку Мы хорошие Специалисты Как пойдет Но больше Каких-то Таких Упоминаний Что Где мне Было Упоминание В конце Главы С Марией Что В какой-то Момент Мне Стало Легче Проходить Свой путь Потому что Я понимала Что у Марии Тяжелее Но То Допустим Когда В какой-то Момент Что Я Оставалась В позицию Коуча До последнего И ничего Марии Не говорила Такого Не было Или В какой-то Момент У вас Были Сессии Что Я И Рассказывала Что У меня Было Сложно Больше 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 Таких Упоминаний Не Было Поэтому Вопрос Каково Вам Было Разговаривали Вы С Марией О том Что Светланой Давайте Честно Светланой Что В какие-то Моменты То Что Она Говорит Вам Откликается И Вы 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 Во-первых Очень Приятно Получить Вопрос От Читателя Который Уже Знает Книгу Да Это Такое Удивительное Такое Приятное Ощущение Я Хочу Сразу Поделиться Спасибо Вам Большое За Вопрос Со Знанием Дева Человека Который Уже Читал Вопрос Про Сложности Которые Были У Меня С Не Было Соблазна Что-то Ей Посоветовать Это У нас В профессии Называется Коуч Позиция Когда Позиция Не Вмешательство Нет Советов Нет Рекомендаций Да Я Например Знаю Что Моя Мама Точно Сказала Что Переехать Без Детей Дети Останутся Где-то Там Ходить В школу А Ты Будешь Сама В Ленинграде В Петербурге Или В Москве Ты В своем Уме Собрала Монатки Езжай Домой И будь Со Своей Семьей Да И Вот Это Такая Жесткая Позиция Да Или Какая-то Такая Неприятие Да Выбора Который Совершил Человек Для Меня Неприемлемо Я Очень Долго Воспитывала В себе Вот Эту Безоценочность Принятие Выбора Человека И И вот здесь Мне не было Сложно Удержаться И сказать Светлана До чего Вы там Собирайте Вещи Езжайте Домой Все Ко можно Мучиться Тут И вот Всем Сердца Рвать Два города Могла бы Но не сказала В этом В этом плане Для меня Не было Сложностей Хотя Это действительно Так Я Уверена И сейчас Считаю Так Что Переезд Светланы Был Гораздо Сложнее Гораздо Менее Подготовленный Чем У нас Мы Приезжали Зеленым Светом С работой С обеспечением Со всем Для нее Это был Прыжок Веры Невероятный Прыжок Веры И когда Сейчас Я об этом Говорю У меня Даже Мурашки Я вспоминаю Вот Все то Что мы Проходили Рядом В какой-то Момент В момент Пандемии У нас Была Пауза Как-то Было Замешательство У всех И У нас Не было Несколько Месяцев Не было Сессий И я Почему-то Для себя Решила Ну Все Очевидно Она Не переедет Никуда Ну Прекрасные Мечты Все Замечательно Мы Все Проработали И цели И мотивы И страхи Но нет Сейчас Не та пора Такая година Такие обстоятельства Ну Не совершают Таких прыжков Такие времена И для меня Было Просто Поразительно Получить Эту Информацию Я в самолете Решение Принято Я Переехала Думаю Ничего себе Вот у меня Была Вот такая Реакция Таких слов Не было Ничего себе Было Лес рук Со всех сторон Все Мы можем Один микрофон Вам дать А со Светланой Будем пользоваться Одним Давайте Здравствуйте Еще раз Спасибо большое За то Что За то С чем Вы с нами Уже поделились И очень интересно Узнать Как вы пришли К идее Об этой книге Потому что Такой терапевтический Альянс Обычно Чаще всего Заканчивается Именно В тех отношениях Что клиент Терапевт И так далее И мне очень интересно Узнать Как вы пришли К тому Что Вот У нас Очень классная история У нас Очень много С этим Опыта Давайте Напишем Книгу Это придумала Светлана Ну тут О чем Можно говорить О том Что Мы психологи И мы Помогаторы Для меня До мозга костей И Основная идея Книги Помочь другим людям Справиться С трудностями Со страхами Поисследовать себя Попонимать себя И так далее И так далее И мне кажется Это зашито В меня В Галину Всегда И когда История Ну условно Была уже понятная Что там Я переехала Когда моя первая Книга Была Ну уже Прямо на выходе Либо уже Опубликовалась Ну и понятно Что надо писать Вторую Останавливаться Ну как бы Можно Но для чего Если уже Мы летим Тогда вторую книгу И самое Как бы Понятное Про что было писать Мне в моменте Это про собственную историю И чтобы она стала Такой помощью Для других Ну и Галина С радостью Мне показалось Что откликнулась Хотя Так и было Я хочу сказать Что вообще Нас объединили книги Не переезд Не психология А именно книги Стали Ну вот таким Переломным моментом Когда я впервые Увидела сообщение Светланы Она на меня написала В ныне запрещенной Сети В личном сообщении И я увидела Ее фотографию На фотографии Аватар Стояла Милая женщина И в руках Держала мою книгу Такая яркая Зеленая Первая книга Я сразу ее узнала Думаю Как интересно У человека В руках Моя книга Следующий этап Который у нас был Еще Там Во время переезда И все остальное Я Помогала Светлане У нас было две цели С которыми Она обратилась ко мне Первое Сопровождение переездов Второе Это Скорее Менторство Не только коучинг В написании книги Причем В написании книги Вопросов вообще Никаких не было Светлана Сама понимала Материал И как Как его Написать Упаковать Да Но были вопросы Связанные с тем Как дойти к издательству Как получить контракт Как Вот сделать Вот эту сделку Да Связанную с тем Чтобы книга Не осталась в столе Да Как какая-то рукопись Которых я уверена Очень много людей Лежит в столах Написанного Но не опубликованного А как дойти Вот к этой части И у меня тогда Был проект Сопровождение авторов Такие мастер-майнд Где я приглашала Редакторов Разных Издательств Для того Чтобы они поделились Своим опытом И таким образом Неволина Или волина Стала Человеком Который соединил Редактора И писателя Благодаря Чему У Светланы Вышла книга Именно В издательстве Питер И опять книга Нас связала Не только переезд И когда Светлана Обратилась ко мне С запросом Про написание Этой книги Честно говоря У меня не было Таких планов Мой весь фокус Внимания Был направлен На то Чтобы написать Вот ту книгу Про которую Я вам упоминала Влияние Игры Которые играют топ Это такое Как мне кажется Венец Такой Продуманный Моей книги И я вся была Сфокусирована Писать И работать С этой книгой Но Светлана Какой-то такой Легкости Сказала Ну что я подумала Господи Ну ты же так быстро У нее есть Свои истории У меня есть свои Мы сейчас Быстренько Это напишем Я буквально На чуть-чуть Отойду в сторону Вот это допишу Это же так легко И потом вернусь К своему монументу И таким образом Ну конечно Заворот оказался Чуть дольше Чем я предполагала Да Но в целом Все получилось Здравствуйте У меня такой Больше наверное Философский вопрос Действительно ли Однажды Можно Сделать Этот выбор В пользу Какого-то города Касаемо Переезда И больше Никогда не жалеть Потому что Иногда мне кажется Что это Невозможно Но хочется узнать Как раз От вас Жалели вы Когда-либо Все-таки О том Что сделали Или Все уже Настолько Проработано И все страхи Преодолены Что Больше Не жалеете Смотрите Тоже Философски Вам отвечу У каждого из нас Свой уникальный опыт И сложно предсказать Как Проживет Опыт Переезда Тот или иной Человек Если говорить Про себя То я еще Ни разу Не пожалела Вот Ну как бы Возможно Это случится Ну как бы Никто не зарекается Но на сегодняшний день Я пока нахожу Только плюсы 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 Вчера я была В арт-кафе Рукав Это какая-то Фантастическая фантастика Рекомендую вам Сюда попасть Александр Рукавичников Там очень Ну скульптор Современный Очень большое Количество его работ Фееричная Подача блюд Некоторых Не всех Конечно Ну вот Понятно Я люблю свой город Я благодарна И людям И самому Городу Своему И понятно Что и там Тоже есть Места В которые Можно сходить Но для меня В моем городе Количество мест Конечна А в Москве Пока По моему ощущению Оно бесконечно Да Оно бесконечно И мне кажется Не закончится И поэтому Для меня Нет вопроса Про то Чтобы пожалеть Безусловно Я скучаю И по людям И по местам И по родным И по своим Но мне не жаль Что они тоже По мне скучают Спасибо Можно я тоже Здесь отвечу Мне С точки зрения Психологии Мне кажется Что это Это не всегда Зависит от того Конкретного Переезда Или конкретного Города Кто-то Может переехать В этот город Жалеть А кто-то Может переехать В этот же город И не жалеть Об этом Во многом Это Особенности Нашего мышления Если я Мыслю О Возможностях О плюсах И замечаю Хорошее То вероятнее всего Я буду доволен Переездом Если мой мозг Настроен так Что я везде Ищу Какие-то Изъяны Или Какие-то Сложности То Я их найду И буду убеждена Что это Худший переезд В моей жизни Поэтому В коучинге Есть такая Технология Мышления Которую Создал Тимоти Голви Отец Основатель Коучинга Который Называется Я один И я два Я один Это критик Который Говорит Да ты что В Петербург Да там Бесконечные Дожди Серость Слякость Ветра Как вообще Можно жить В Петербурге Как можно С юга Переехать В Петербург Да Такие я слышу Размышления Очень часто По этому поводу И еще много-много Аргументов Что там не так Да И как только Я слышу У себя в голове Какую-то Негативную мысль То я могу На ней застрять И еще больше Ее драматизировать А еще вот это Вот все И другое Там тоже плохо А могу Поймать себя За хвост В этом Негативном Критикующем Мышлении И сказать себе О том Что зато Вот это Хорошо В Петербурге Зато Столица Прекрасная Творческая Креативная Красивая Историческая Зато Ты теперь Не можешь Ни в один город Приехать И Не сравнивать С Петербургом В той красоте В которой ты живешь Постоянно Как будто бы В музее И вот этот Мыслительный Паттерн Мы можем Мы можем Не искала Каких-то Нюансов Негативных В любом Поступке Которые Можно Совершить Не поверите Сегодня Перед тем Как С вами Встречаться Галина Рассказала Что она Была На Алтае И она Мне говорит Светлана Переехала С Алтай Галина Говорит Как Вы Оттуда Могли Переехать Это Какая-то Фантастическая Красота Да Я В этом году Уже Была На Алтае Уже Там Там Побыла Там Побыла Это же Галина Была Побыла То есть Я посетила Эти места Но Я там Была Не знаю Бесконечное Количество Раз Уже Для меня Это Какая-то Естественная Норма Галина Говорит Как Вы Могли Оттуда Вообще Переехать Я подумала О том А не Переехать Льмина Алтай После Этой Поездки Спасибо Большое За ваш Ответ Хотела Отдельно Поблагодарить За книгу Вы Знаете Эта Книга Уже Моя И куплена На Санкт-Петербурге Я Недавно Абсолютно Привезла Из Буквоеда Который На Невском проспекте И Если можно Я могу Пару минут Буквально Поделиться Своей историей Потому что Конечно Нам интересно Да Сейчас Я делаю Выбор Между Москвой И Питером То есть Так получилось Что я пожелаю В Питере И в Москве И Совершенно Потерялась Между этим Двумя Столицами И Поехала Недавно В Санкт-Петербург Чтобы вспомнить Как там Как там Мне жилось Зашла В Буквоед Я не знала Тогда еще Об этой книге Я даже Не знала О О вас И Правда Абсолютно Случайно Она стояла На торце Таким вот Образом И я увидела Это как знак Переезд В новую жизнь И Представляете Я взяла И начала Читать эту книгу Прям там Там же есть Такие удобные места Для того Чтобы Сесть и Почитать Честно Я провела Там несколько часов Я взяла блокнот Я начала писать Я начала Применять Все эти Техники О которых Вы сегодня Говорили И Хочу сказать Огромное спасибо За то Что мне стало Во-первых Легче Потому что Изначально Я чувствовала себя Абсолютно потерянной И мне показалось Что я никогда Этого не сделаю И останусь Где-то посередине Потому что Я даже родилась В Тверской области Вы представляете Мне кажется У меня какая-то Такая кармическая история Что я теряюсь Между двумя столицами И В Питере я жила Конечно Большую часть времени А в Москве Уже три года Но Мне кажется Я должна Все-таки Вернуться В Санкт-Петербург Я доработаю Все-таки Эту свою Историю Я хочу Этот путь Конечно Завершить Но надеюсь Что Все-таки Я вернусь В Питер И Благодаря Вашей книге У меня Много Идей И Правда Стало гораздо легче Этот выбор Сейчас Делать Идти по этому пути Так что Благодарю вас Я здесь Не просто так Спасибо Боже Как привет Это не заготовка Это действительно Так Я просто Почему оказалась Здесь Я подписалась После этого На ваш Телеграм-канал И там Увидела Оно С презентацией Книги Какое Было Мое удивление Что буквально За неделю Полторы Я Из какой-то Растерянности Прошла Путь От того Что Нашла Вашу книгу Потом Поработала Сама Выписала Свои страхи Приехала В Москву Ну я Приехала Уже В принципе За вещами Практически Вот И попутно Успела Попасть К вам На презентацию Здорово Благодарю Еще раз Спасибо Большое Спасибо Мне кажется Это вдохновляющая История Прям Прям По законам Драмы Сторителлинга Прекрасно Завершает Наши презентации Если есть еще вопросы Давайте Это буквально не вопрос А может быть Поучаствовать в дискуссии Спасибо Во-первых Авторов Мне Во-первых Откликнулось Как книга Попала вдруг Мне так Галина Ваша книга Зеленая Попала вдруг Тоже Она Сильно Повлияла На определенном этапе Как стать Коучем Президента И Девушка Зала вопрос А вот как Не пожалеть Так по большому счету Ребят Есть отличные Инструкции И не надо К переезду Относиться Как к чему-то Фатальному Один раз На всю жизнь Но понравилось Пожили три года В Санкт-Петербурге Потом в Москве Потом опять Может захотеться Пожить в Санкт-Петербурге Вообще В каком-то другом городе В России Там за рубежом Мне кажется Все это возможно Но не надо Не надо как-то Врастать корнями Если душа Куда-то зовет Это стоит делать Тем более Я говорю Вот тем более Есть теперь Такая отличная Инструкция Я еще книгу Не читала Я уже один раз Переехала Готова Двигаться дальше И думаю Что она мне тоже Очень в этом поддержит И поможет Спасибо большое Спасибо за ваш комментарий Я тоже хотела бы Его продолжить Знаете в чем Я ненавижу выбирать Вот эти все варианты Или красное Или белое Или Петербург Или Москва Да Или в рюшечку Или в полосочку Да Я когда-то 20 лет назад Когда училась Впервые коучингу Узнала для себя Ответ Что как только У тебя встает Выбор Или Или То наш мозг Начинает Лихорадочно Выбирать Между этим А на самом деле Нужно просто Убрать две буквы И ответить себе На вопрос А как я могу сделать Чтобы было И так И этак К слову Сегодня я приехала сюда И завтра Остаюсь здесь Для того Чтобы искать квартиры И жить И в Москве Тоже В ближайший год Потому что Я тоже не могу выбрать И тогда Как я могу Жить в Петербурге Где моя семья Где работает мой муж В Москве Куда поступает моя дочь Где чаще всего Работаю я Да Как не загонять Себя в этом выборе Или только так Или только этак А позволить себе Все И рюшечки И полосочки И горошек И цветочки Вот это Жажда Или качество жизни Такой Наверное Мой Мой ориентир Жизненный Да Не отказываться Как сделать так Чтобы не отказываться От возможностей Которые у тебя есть Что нужно для этого Вот вопрос Который я задаю Не как отрезать это А что нужно Чтобы и это было В твоей жизни Вин-вин Стратегия вин-вин Ну что Автограф сессия Спасибо вам большое За диалог И за ваши вопросы Подходите Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому